Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Продолжаем экскурсию по Калининграду. Сегодня мы рассмотрим, что представляет музей Мирового океана, находящийся в Калининграде. Это начало музея, это памятник погибшим рыбакам. Это набережная, здесь находятся кораблики, на которых можно совершить экскурсию, речную экскурсию по реке Калининград. Ну, по реке, которая протекает через Калининград, все понятно. Ну, здесь все это расписано, что, как и где. Для информации приедете, почитаете. Вот здесь видите различные рекламные плакаты, которые зазывают туристов покататься на корабляках. А здесь расписано, как бы, расписание, когда, какие музеи работают, какие корабли открыты для посещения, в какой день. То же самое, все предельно ясно и предельно понятно. Я вам задержался немножко, чтобы вы посмотрели, хотя на брице могло бы почитать и перед этим. Здесь же вот стоят различные корабли, там спасательные, пожарные и так далее. Не буду я тут тоже повторяться, не буду рассказывать историю. Ну, я как бы не помню ее. Просто посмотрел, что прочитал. Ну, хотя уже время прошло-то достаточно много. Почти полгода пришло, как я был на Калининграде и посещал этот музей. Да и, честно говоря, было мало времени. Я что-то из-за погоды время потерял. Надо было раньше приехать, потому что, чтобы посетить и обойти весь музей и посетить все выставки, которые есть. Особенно корабли, которые находятся, стоят у причала. Ну, это надо время. Значит, я пошел по этой набережной. Идешь-идешь, а там забор. То есть, туда пройти нельзя. С правой стороны, я так понял, строят корпус музея Мирового океана. Вот он. Поэтому, когда вы надумаете приехать, я думаю, что он уже будет готов. Поэтому пришлось вернуться, обойти по кругу, мимо всяких заборов и зайти, можно сказать, с... Ну, вот видите, такой стрелка, вход на территорию музея Мирового океана. Проходим. Слева тоже рекламные различные плакаты. Без рекламы мы никуда. С правой стороны здание. Это уже находится как бы музей. Но я туда не попал. Еще раз говорю, все из-за ограниченного времени. Потому что я за один день решил посмотреть очень много. Но так как погода не способствовала, было очень-очень жарко, то я кое-что увидел. То, что снял, то и с вами поделюсь. Поэтому, если вы надумаете поехать посмотреть, то на этот... Вообще, на Калининград надо потратить несколько дней. Вот это научно-исследовательское судно «Витязь». Справа такая берега... Ой... Ива, под которой можно отдохнуть. А это, кажется, с правой стороны, это аквариум. Ну, у меня времени не было, поэтому я туда не смог попасть. Территория огромная. Она тянется вдоль берега. И везде... Вот здесь тоже расписано, кто, что, где, как работает. А, вот этот H2O какой-то там музей. Он, кстати, где-то описан. Я, кстати, и читал о нем, но не могу точно сказать, что это... Это вот потискав. Ну, здесь музей посвящен и гражданским, и военным. Ну, здесь, видите, шлюпка висит, спасательная шлюпка, которая устанавливается, естественно, на корабле. Ну, здесь поставлена на суше, для того, чтобы было наглядно видно. Ну, и идет реконструкция. Укладывают плитку. Ну, корабль открыт. Я чуть попозже. Я тоже снял, побывал на корабле. Это он, спасательные плоты. Это мост. Он очень старый. Ну, как бы разводной мост Калининграда. Это научно-исследовательское судно Виктор Пацаев. Это вот вход на мост. Он как-то функционировал, а сейчас просто находится, как музейный экспонат. Ну, естественно, в запущенном виде. В состоянии запущенном. Он тоже есть, как историческая достопримечательность города Калининграда. А вот он сам корабль. Научно-исследовательский Виктор Пацаев. Он в настоящее время, как бы, является и музеем, и в то же время оно действующее судно. То есть, с него идут организовывают связь с космической станцией МИР, которая находится на орбите. Поэтому туда попасть можно, конечно, но не так, что по времени. Набирается группа, и они приглашают. И не все помещения данного корабля можно посетить. Так что не все так просто. Ну, и здесь вот выставка, или галерея якорей вдоль корабля. Вот сейчас мы вернулись. Что-то я запутал, что это такое. Решил вернуться почитать. Вот здесь все написано. Галерея якорей. Не могу я рассказать о предназначении всех зданий, которые здесь находятся, потому что, еще раз повторюсь, из-за недостаточности времени я не смог все посетить. Это вот буи научно какие-то. Исследовательски здесь все написано. Что это такое, для чего предназначено. Так что, если попадете, и вас это заинтересует, можете пройти, почитать, посмотреть, пощупать, пофотографироваться. Никто препятствовать вам не будет. Вот такой громадничный буй. Мурованного такая пластинка для ознакомления. Это мы подошли к подводной лодке Б-413, на которой мы также побываем. Я вам покажу чуть попозже. Вы видите. Это самолет Б-12. Тоже я на нем пролазил. Тоже поделюсь с вами, что там интересно, что неинтересно. Ну и территория, где находятся различные вооружения, ну и плавательные аппараты. Это сверхмалая подводная лодка Тритон. В очень хорошем состоянии. По сравнению с той, которую я видел в Крыму, в Балаклаве. Даже в очень хорошем состоянии. То есть нет такого раздолбанности, как я видел в Балаклаве. Вот она, красавица маленькая. Ну это вот тоже вооружение, которое устанавливается на кораблях. Вот они тоже стоят. И расписано все это. Ну пройти посмотреть, кому интересно. Это вот боевая рубка подводной лодки. Это я тут сам все сфотографировал в зеркале. Там написано, аккуратно камни не кидать иначе разобьете. А это вот, если сходили на подводную лодку, то можете подняться бесплатно на второй этаж. Здесь бы как бы экспозиция, ну чисто авиация. Здесь я так и не понял, какой смысл в этом. Ну, я не нашел ничего для себя здесь интересного. Поэтому если вы хотите, можете, конечно, сходить посмотреть. Ну, можно сказать, экспозиция ни о чем. Может кому-то интересно. Может быть. Говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Здесь фотографии. Там же есть фотография, чуть попозже вы видите. Снято, ну вот, мины подвешены к потолку. Да, фотография, которая снята, огромнейшая, с военно-морского парада в Балтийске. Ну, мины, понятно, что не настоящие, потому что бутафория, вот там с правой стороны. Фотография. Ну, вот так. А, ну здесь вот открываете вот эти планшеты. Здесь различные значки, что касается военно-морского флота, авиации. Также здесь есть различные картинки. Ну, может кому-то понравится. Вот она, снята фотография. Военно-морского парада. Это вот огромнейший якорь. Ну, все, практически вот мы иду. А, ну здесь вот еще стоит шлюпка. С какого-то корабля. Не помню, честно говоря, там есть, описано было. Но надо записывать. Но я, во всяком случае, как бы заинтригую вас. Вам будет интересно, посмотрите. А это вот солнечная система наша, так сделано. Но я так и не понял, как она работает. Планеты есть, солнце есть. А что крутить, чтобы она работала или отрабатывала, как положено? И, кажется, уже сломали. Потому что шаловливые руки посетителей. И мои тоже. Ну, каждый хочет попробовать. Что же оно такое? С чем его едят? Ну, а в итоге получается, что оно не работает. Видите, модель солнечной системы. И снова якорь. Так что, во всяком случае, познавательно. Можно пройти, посмотреть, кое-что для себя, сделать какие-то пометки в голове. Ну, самое основное, можно сказать, что я там был. Я уже там был. Поэтому, когда второй раз поедете, или я поеду, то я уже, конец, уже буду осмысленно. Что я хочу посмотреть вот это, хочу посмотреть вот это. Вот для этого я и делаю вот эти снимки, чтобы за первый раз можно было все увидеть. И заранее спланировать, что ты хочешь там посмотреть. Как-то так. Продолжение следует. У нас посещение еще кораблей и самолета. Ну, и так по Калининграду походим. Не забудьте подписаться на мой канал. Вам это абсолютно ничего не стоит.